Кеми Чем занимает? Вот контент собирают для канала, вы откуда будете с не секрет? Я из Киева буду, не секрет, Киев, Украина Ну я понял, понял, на какие темы беседуете, может вопрос у вас интересный есть? Да нет, на самом деле, я просто серфю, просто ради интереса зашел сюда, смотрю какие люди есть, о чем дело Если у вас есть контент, то могу составить компанию Ну хорошо, вы ориентируетесь в политической ситуации в Украине, нет? Да, да, ориентируюсь более-менее, но смотря на ком уровне, если вы имеете ввиду там уровень ориентировки а-ля телевидения, то вряд ли я вам поддержу За кого порекомендуете голосовать на предстоящих выборах? Не-не-не, вот эта вот агитация и все дела, это конечно не ко мне уж тут Это ж просто рекомендация, ну хорошо, ладно, тогда вопрос снят Как относитесь к децентрализации в Украине? Я абсолютно хорошо отношусь к децентрализации, если речь именно о конкретной формулировке, которая по энциклопедии соответствует Если это будет так, то замечательно Ну да, прекрасно То есть, если этим термином не будет играться, скажем, Российская Федерация, то я замечательно к этому отношусь Ну я понял, а к возможной федерализации? Федерализация возможная, ну честно говоря, я теоретически к этому нормально отношусь, но на адекватном уровне я не вижу, как бы могла быть федеративной, скажем, территорией Луганской или Донецкой области, ну никак И я думаю, любой адекватный человек, который изучил бы все ресурсы и доходы этого района Федерализация подразумевается касательно всей территории Украины, причем Луганской и Донецкой области Это, понятно, будет своя федеральная земля Слобожанщина, Харьков, будет своя федеральная земля В Киевщине будет своя федеральная земля, по примеру, Германии Ну, посмотрите, вы реально, то есть, если более-менее обладаете каким-то историческим или политическим опытом, понимаете, по терминам федерализации более-менее подходящее что-то к Римской империи, на самом деле Да нет, Римская империя не была федеративным государством, ни по названию, ни по факту Ну, а зачем? Нет, ну, это есть зачатка организации, федерализация, ну, серьезно Тут изобретать велосипед не надо, брать пример, например, Германию или Канаду и строить федеральное государство по их образцу Ну, хорошо, ладно, если у нас в терминологии небольшая есть разница, объясните, что вы имеете в виду под федерализацией нашей территории Но федерализация, это неважно, в вашей территории и любой территории, то есть процесс установления федерации, то есть сам процесс от начала до установления, это называется федерализация Вот сама федерация, сама федерация, это подразумевает один из видов государственного устройства У вас сейчас унитария, а другой территория федеральная подразумевает под собой степень автономии Правильно, при федерации регионы имеют больше прав, чем при унитарии, это азы, так сказать Нет, 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 речь не о правах, речь о автономии, автономность подразумевает под собой Нет автономии в Германии Нет, смотрите, есть федерация, она подразумевает под собой не только идеологию, а и степень автономии выработки ресурсов определенного региона Которой она распоряжается, исходя из собственного, скажем, из собственных прав А как бы при этом должна быть степень автономности Федерализация и, попустите, на данный момент, пока в ваших словах, федерализация означает типа аннексия Ну, это что-то разное Аннексия здесь ни при чем, я же вам говорю Вы правильно дали характеристику, так сказать, что федерация подразумевает определенную степень автономности Совершенно верно Но, в общем-то, любое госустройство это подразумевает Просто федерация более широкая Больше наличия прав у регионов Вот в Германии нет автономии, есть земли Слушайте, давайте отойдем от примеров и перейдем к конкретике Давайте Вот там у них так, а у нас здесь так Давайте вот не сравнивая с кем-то, а конкретно позиции осуществления теории Фишка в том, что примеры, примеры, это и есть конкретика Когда приводят примеры, это конкретно, это конкретика Давайте по-вашему перейдем к конкретике Что вы имеете в виду под конкретикой? В смысле? То есть, спрос был у вас Ну, вы перевели стрелки непонятного смысла У меня вопрос в конкретике Вы меня спросили о федерализации Я сказал, что Я, спасибо за ответ, я понял ваш ответ Ну вот, да, то есть, а теперь задавай свой вопрос Ну, пожалуйста, уже как бы, ну, в полной мере, я не понимаю Я свои вопросы, которые мне интересуют Я вам задал У вас есть ко мне вопросы? Да, пока нет, как бы, ну, в контексте может появиться Ладно, есть вопрос Почему вы мне задавали этот вопрос? Вот мой вопрос Ну, потому что это одна из тематик моего канала Я им всем задаю Всем, кто с Украины Не, не, ну, в смысле, глобальная цель Это понятно, что вы это для контента делали Но цель Ну, еще раз Харьковчанам я задаю вопрос о городе О выборах Но возле не Харьковчанина Для вас менее узкий круг вопросов Вот такие, которые я задал Вот и все Попадем Я еще Харьковчан Харьковчан у меня более детальные разговоры Ну, на которых вы, вам не интересны они Ну, смотрите Вот, например, ладно Я не знаю, вот отвлечемся Вы задавали вопрос о децентрализации Ну, вот смотрите Луганская, Харьковская там и так далее Опласти, которые сейчас являются спорными То есть они, по сути, не могут сами себя обеспечивать В принципе Под кем бы они ни были Под Россию, под Украину, неважно Это просто вот зоны выработки ресурса Почему вы решили, что они не могут себя обеспечивать Потому что такого никогда не было в историческом контексте Это раз То есть, секундочку, я вас перебью Как я вас понял Ибо они никогда не имели ранее государственности Потому что они всегда были Являлись частью именно конгломерата И весь их ресурс уходил в сторону глобального процесса Который распределял уже ресурсы Ну, аргумент я понял Ну, так Допустим, Харьковская область Они себя не могут обеспечить Как минимум За счет отсутствия торговых прав Да, я просто понял И так далее То есть, это, в принципе, зависимые от соседей ресурсы В этом и дело Вот Я вас понял То есть Я вам скажу Самая самодостаточная область в Украине Это Харьковская Она обладает наивысшим интеллектуальным Нет, нет, нет Давайте я теперь уже Я вас перебью Нет, нет, нет Извините Вы сейчас только что произнесли такую фразу Как Самая самодостаточная область в Украине Это Харьков Да Вы Серьезно Вы вообще Зачем вы это произнесли? Хорошо, давайте У нас только областей Которые самые самодостаточные Хорошо, дайте вашу вещь Харьковская Далеко не самая Хорошо, дайте вашу версию Какая самая самодостаточная Да нет, самая Господи, ну интересует Это динамичный процесс Это процесс динамики производства Да, это динамики Смотря какого ресурса Смотря в какой год и месяц Ну Что за самая Сейчас в совокупности Какая область в Украине Да нет, самая Самая не бывает Ни у вас в России Ни у вас в Украине Есть процесс динамики Перепродажи ресурсов Ну вы уже это говорили Это серьезная система И здесь нельзя так примитивизировать Это до уровня А ну скажите самое Ну это детям можно в садике Я понял У меня кстати Россия под VPN Вы говорите у вас в России У меня Россия под VPN А ну назовите самую Ну что значит самая Это мы не в садике находимся Везде есть все время Динамический процесс Я понял вашу мысль Согласен Вы повторяетесь Я же понял вашу мысль Хорошо Ну вы поняли Но все-таки Вы пытаетесь Кого-то своего собственного Результата что ли добиться И ну Звучит то да Нет Я в принципе Того что мне нужно Я от вас услышал Хорошо Спасибо У вас появились какие-нибудь вопросы еще ко мне? Да нет Нет Вы все-таки Опять-таки Случайный собеседник Поэтому вопросов нет Вопрос единственный Почему вы пытаетесь Декламировать В пользу РФ? Я хоть раз Я ни разу не произнес Вообще слово РФ Это вы произнесли несколько раз А я ни разу Оказалось в контексте Что это так звучит Хорошо Ладненько Вопросик Вы согласны Что Путин хуйло? Ну в принципе Я не того воспитания Чтоб так говорить Но в принципе Всех благ Всего Наверное Да я жалел Деникин хама Что не отличаешь Слайдшоу от кино? Откуда? Где живешь сам? Я думал Это кино начинается Да могу Могу кино поставить Предтеолитически А так слайдшоу идет Это вместо монитора Монитор только через проект Что хочется и стать Ты где живешь В каком городе? Одесса Понятно Кого рулетки ищешь? Вопросы может Интересные есть Никого не ищу Просто зашел посмотреть Что и как Молодец Вопросы есть интересные? Вопросов нет У матросов нет вопросов Да Есть ответы интересные Если хочешь Заходи на Ответы на что? На вопросы интересные Ну давай Как о том Где централизация в Украине? Нормально А к возможной федерализации? Не очень Почему? Устраивает и так все Пиши за детство Да Относиться к федерализации Хорошо Если было Из-за какого-нибудь Киева Или там Житомира Или Хмельницкого То плохо Федерализация Чем хороша? Она дает региону Право Остановить свой Региональный язык В полном объеме И не будет Насаждения мова Хотя бы поэтому Понял Что почему тебе? Понял Ну вот Содумайся Если Хочешь Наверное Бухле То О наркоте Тут Люди Разные Я вот об истории О науке Веседую Могу о политике В принципе Железной дороге Есть у вас Таких вопросов Которическим тематикам Можете мне сказать Что такое Политика Ну Это фирософский вопрос Ну ладно Я вам задам вопрос Как относитесь К децентрализации В Украине Отлично А к возможной Федерализации Демобилизации Или еще К возможной Федерализации Ну Негативно Я думаю Понятно Дело в том Что Немножко у вас Тогда получается Логическое Несоответствие Вы Отлично Относитесь Децентрализации Что Есть Экономическая Основа Федерации То есть Федерации Все Децентрализованы Смотрите Государство Которое Не является Федерацией Является Унитарными Республиками В чем В Украине Происходит Децентрализация Это Когда Мы Убрали 422 Района 422 Районных Центра Просто Сократили Вот Эту Территорию Поделили На Мелкие ОТГ Называются Креми Территориальные Громады Отдельные Территориальные Я знаю Это называется Территориальная Реформа А децентрализация Касается Финансовых Потоков Взаимодействия Правильно И вот Территория Скажем Есть Села В которых Там В свое время Асфальта Никогда Не лежала Как только Произошла Децентрализация То извините Началось Хоть какое-то Развитие Я знаю Я бываю В Украине Каждый год Я знаю Да То пошло Поверьте мне Хоть какое-то Но минимальное Развитие Оно начало Проглядываться Даже в Казах Я знаю Я знаю Вы меня можете Не убеждать Поскольку Я же тут Согласен Что это Позитивно Но В целом Это вот Экономические Компоненты Повторяю Федерализация А вторая Компонента Юридически Правовая То есть При федерации Регион имеет Больше прав Чем при унитарении Вы против Нее Так Раз суммарно Против Почему Против Того Чтоб Регион Имел Больше Прав В Украине Чем Сейчас Смотрите Мы Не за Регион Мы Не Я не Вижу В том Чтоб Этому Регион Имел Там Больше Прав Вот Конкретно Вот Эти Маленькие ОТГ Ну Скажем Частички Этого Региона Вот Конкретно Чтоб Они Имели Больше Прав Это Ну Вы Сами Понимаете Систему Что Раньше Распределение Средств И Что Очень Так Скажем Ну Не Сказать Что Справедливо Центр Отправлял На Область Отправлял На Райцентр 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 При Федерация Регион 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 Устанавливать В полной Мере Региональный Язык Метрополия Не может Оказывать Но Квота Метрополия Разбавляется На Вопросы Национальные Государства А на Региональные Каналы При Федерации Не Идет Метрополию Мы живем в националистическом государстве, которое называется Украина, и большая часть населения украинцы. Я не вижу смысла, проблемы каких-то региональных языков, кроме, конечно, переобутых манкуртов, которые по национальности украинцы поверили в чудо, что они русские. Но дело в том, что 77,8% украинцев в последней переписи в Украине, остальные 22%, они, так сказать, как бы ущемлены в... Ничем они не ущемлены. Я с вами разговариваю на русском, и на улице разговариваю на русском. Вы эти на улице не ущемлены, я с вами согласен. В интернете? Не, вообще, абсолютно никак. На улице. Да и даже, в принципе, я не видел, что... Я в своей жизни, сколько живу, я ни разу не был ущемлен за то, что я разговариваю на русском языке. Я даже закончил школу с русским языком обучения. По поводу разговаривать, я согласен, проблем нет. Разговаривать... Но в то же время я считаю, что образование в Украине и школа должно быть на украинском языке. На перемене можешь разговаривать, как хочешь. Тебе, ты хоть на китайском, тебя никто в этом не ограничивает. Я же говорю, никто не... Я понял вашу мысль, но она не совсем демократичная. Она демократичная. В Украине живут... Сколько в России русских... Сколько в России украинских школ? Ну, я не знаю, сколько школ. 14 классов. Сейчас школ нет. А раньше были. Но в России это по потребности. Потребность есть на 14 классов по всей России. Сколько в России украинскоязычных школ? Я же вам повторил. Сейчас полностью школ не одной. 14 классов. Принято, школа 14 классов. Это полностью отвечает спросу и предложению, то есть конъюнктуре лингвистического рынка. То есть в России, где живет очень большая часть украинцев, особенно, есть области, где не пребывает, нет украинских школ. 3-5 миллиона украинцев живут в России. И нет украинских школ. Но тут же школа определяется не национальностью, а лингвопринадлежностью. Из них, украбовных украинцев, 0-0-1 процент в России. Ну, манкурты, забыли, кто их дед и баба. Да, я согласен, что они должны более развивать свой язык, своего этноса, вернее. Да, потому что, в принципе, я со своей дочкой разговариваю на русском. Но в школе научатся, но украинцы. Да, это плохо. Я с вами согласен, что плохо, что украинцы в России не интересуются развитием языка своего этноса. Это плохо. Но вы тоже самое хотите, чтобы было в Украине, чтобы иные этносы легли под укромомность и не обучались. Мы никого под этим. Мы же не запрещаем. Ты можешь сделать частную школу. Есть. Почему Украина должна со своего бюджета, те деньги, которые я плачу в налоге, оплачивать русский язык? Потому что... А почему, например, не должны оплачивать, например, английский язык? Я считаю, что большинство населения Украины за даже русскоязычное, поверьте, я русскоязычный. Но я никогда не забывал, что я украинец в том числе. Я знаю в идеале свой язык. Я уважаю свой клап. Я уважаю свой гимн. Я понял, понял. В вашем регионе в Житомире возможны. Я бываю в Харькове, в Харькове наоборот. Но не наоборот, на другом. Ну, скажем, эта эйфория тоже и там проходит. Скажем, там общество уже разделилось. Они посмотрели на нищету в ЛНР и ДНР, куда пришел русский мир. И что там происходит. Это криминальная клаака. Криминальная клаака, где уже люди проклинают. В тот момент, когда они под это подписались. Просто они там ничего не решают. И это реклама просто. Но это там происходит совсем не потому, что они выбрали русский язык. Как основной. Это с ними происходит, потому что, думаю, дядя Путин в глубине души не переваривает предателей. Ну вот, это все понятно. Вот вы упомянули, что налоги платят. Но налоги платят люди. По крайней мере, у вас, я не говорю, у вас, может быть, как вы, как вы говорите. На востоке Украины налоги платят на основном люди, которые желают выбирать язык обучения. Они платят налоги, они имеют право выбирать язык обучения. Пусть выбирают себе язык обучения, но они имеют в себе частную школу. Обучают ребенка в частной школе. Нужно организовать сеть частных школ с большими налоговыми льготами. Он платит за школу, за счет этого он снижает налоги, он не платит. А еще я предлагаю человека, который очень не может жить в Украине, и который очень не может смириться с тем, что его ребенок, живя в украинском государстве, должен учить украинский язык этот, никто же не запрещает переедать в Россию. Вот продай дом, купи еще такой же дом в городе Батайске. А почему именно в Россию? Я в Канаду переехал, но я в Канаду переехал. Ну, видите, вы в Канаду. Ему можно переехать, но если он не может без русского мира, если он не может без русского языка, вот душа у него за Россию плачет. Ну, поверьте мне, никто здесь никогда никого не ущемляет. Это не моя личная мысль, это мысль нормального меняемого человека. Я не говорю, что там мы никого не ущемляем в языках, ни китайцев, ни русских, ни белорусов. Но ты учишься в Украине, учись государственному языку. Ты хотя бы уважение прояви, это у тебя украинский паспорт. Прояви уважение к этому паспору. Ну, по-любому даже пресс-сер учили как предмет, вы же сами знаете. Был такой класс, кто-то предмет, украинский язык, украинская литература. Кстати, вот так. Это по-любому. Предмет, предмет должен быть, и тут никто не спорит. Поверьте, так предметы есть, господи, есть предметом русского языка. Вот здесь школы, которых вот, как и тот же английский, есть и русская литература, и есть и русский язык. Понятно. Но это, извините меня, не означает, что нужно делать русскоязычные школы. Я сам, открою вам секрет, я преподавал в ВУЗе в Харькове, да? Я профессор одного из харьковских ВУЗов. Уехал в Канаду, ну, в том числе и потому, что была угроза, что меня заставят на украинском лекции читать. Ну, не все так оказалось до сих пор на русском читать в основном. Не все так оказалось. Видите, но при Ющенко была такая опасность, когда я уехал. Ну, смотрите, я вот буквально вас немножко перебью, буквально недавно получал второе лучшее образование. В принципе, в Киеве отчасти там... Какой-то преподаватель преподавал, объяснял это на русском языке. Какой-то преподаватель этот предмет... Киев и Харьков, это огромная разница, я понимаю. Ну, хорошо, ладно. Если у вас вопросов больше нет, спасибо за продуктивную беседу. Нету. А политика, смотрите, не философский вопрос. Политика, это взаимоотношение высших органов государственной власти. Ну, это я своими словами сказал, не с Википедии, это уже... Это отрас. Сократил и ответил. Это отрас политики. Политика, это, кроме того, если международное взаимоотношение между государствами, международное взаимоотношениями между группами государствами. Ну, я... Я так вкратно, в общем. Я понял вас. Хорошо, спасибо всех благ. Как относишься к децентрализации в Украине? Ну, чё я. Как относишься к децентрализации в Украине? Дуже доброе. Молодец. А как относишься к возможной федерализации? Пуганым. Почему? Смотри, я тебе объяснил. У тебя диссонанс кубитивный получается. Децентрализация – это экономическая компонента федерализации. К ней ты относишься хорошо, а в сумме относишься плохо. То есть, ко второй компоненте ты относишься плохо, а вторая компонента – это юридически-правовая. То есть, придание региона больших прав слился. А за себя он был совсем неразговорник. Да, дурака валяня. Разговариваю, разговариваю. Почему же тогда утилитарным государством… Правильно, утилитарная государство. Правильно? А в 22-м году Липска область где была? В Австрове Грии. Опа, так это не была еще? Ну еще… Слушай, Карпов, сделай вид, что я этого не слышал. Судьба тебя и так любит. Не слушай. Их, в общем-то, всех и назвали «русские», потому что это глагол. «Русские» – это какой чей отвечает? Ты черная жопа. Мне не нравится черная жопа. Ты черная жопа. Их надо было брозгать да плетьми. А вот теперь ни воинство, ни храма. Минократия помойки диктует моду на мораль. Мне наплевать, а сердцу горько. «Русские семья» – повый ветер. За родную Россию, как уси их рассеет. Тяжела будет и сувер. «Рукашовский» – «групп». «Групп» – «групп» – «групп» – «групп» – «групп» – «групп». «Руковский» – «групп» «Еще раз заявляю, власть Харьковской области четвертая и сильная, но не позволит никому учиться жить. Я доверяю вас, в Харьковской области не будет ни Донецкой, ни Гволской власти, будет только Харьковская власть! Продолжение следует...